Плавать в реке нетрезвым теперь не только опасно, но и дорого. Саратовская областная дума одобрила увеличение штрафов до 3000 рублей закупания в водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Этот закон, в числе прочих депутатский корпус, рассмотрел на заседании Саратовской областной думы. На что добавили, а на что сократили расходы бюджета депутаты, смотрите в нашем следующем репортаже. 29-е заседание Саратовской областной думы, первое после каникул рабочая встреча депутатов. Не считая внеочередной в августе по украинскому вопросу. В повестке дня этого заседания 28 пунктов. Самая большая интрига – пойдут ли законотворцы навстречу губернатору и отменят ли региональные законы о монетизации льгот на транспорт. Сначала проездные хотели отменить с 1 июня, потом отсрочили до конца года и вот итог. Проездные будут действовать и в 2015 году. Губернатор принял решение окончательно отменить этот закон и остаться в том поле правовом, которым существовали мы раньше. То есть сохранить транспортные льготы для категории граждан, обозначенных в законе Саратовской области. Просто-напросто нужно какие-то другие пути искать, потому что понятно, что все-таки должна быть какая-то фиксация на транспорте, связанная с перевозкой льготников. Потому что сегодня льготный билет кому-то передается, это создает такую неразбериху и транспортники иногда, так сказать, возят в воздух. Журналисты особенно оживляются, когда дело касается распределения денег. 200 миллионов федеральных рублей придут на поддержку сельского хозяйства региона. 11 миллионов в виде грантов получат два театра «Тюз» и «Теремок» на новые постановки. Хорошие новости и для саратовских учителей. Индексация зарплаты педагогических работников и касается этой индексации размера ее 5,1% с 1 октября текущего года. На индексацию учительских зарплат потратят около 100 миллионов рублей. Еще 160 миллионов подкинут воспитателям детских садов. Еще один закон касается детей из семей украинских беженцев. Каждому украинцу-школьнику в зависимости от возраста областной бюджет выделит от 22 до 30 рублей на школьные завтраки и обеды. Общую сумму на эти расходы назвать не могут, но источник известен. За счет сокращения суммы средств, направленных и предусмотренных у нас в бюджете, на обслуживание долга. То есть экономим на процент. Важно, что средства эти обязательно будут направлены в образовательные учреждения региона, для того, чтобы этот закон реализовать в полном объеме. В раздел экономия попали дети-сироты. Они недополучат около 30 квартир. Запланированное на жилье для этой категории сумму решено сократить почти на 35 миллионов рублей. На вопрос, почему, министр финансов региона Александр Воскребенцев ничего внятного ответить не смог, сославшись на проблемы софинансирования. Между тем, Саратовская область входит в пятерку регионов, где проблема жилья для сирот стоит особенно остро.